К нам присоединяется экс-командир взвода батальона Айдар, Евгений Дикий. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, слава Украине. Героям слава. За последние полгода Украина вынуждена была экономить боеприпасы. Это привело к потере части территории на Востоке, в том числе это Авдеевка. Вот так заявил, прокомментировал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Последствия задержки помощи Украине. Также он сказал, что украинские силы вооруженные до сих пор находятся под жестким давлением на поле боя. И вот, наконец-то, после долгих споров появилась хорошая новость, законопроект приняли. И уже проанонсировали, что очень быстро Байден сказал, что в течение нескольких часов поедет помощь в Украину. Как вы полагаете, в течение какого времени можно будет увидеть какие-то изменения на линии фронта после вот такого большого пакета от штатов? Ну, смотря кому увидеть. Я думаю, что мы с вами увидим не сразу. А вот именно парням и девушкам, которые непосредственно там на нуле, я очень надеюсь, что они почувствуют примерно уже за неделю. Я думаю, что это вот примерно тот минимальный срок, быстрее которого все-таки никак не удастся. Но я все-таки надеюсь, что за неделю плюс там удастся довести хотя бы артиллерийские снаряды. Это та часть американской помощи, которая вот наиболее остро и критично нужна непосредственно там на фронте. Это вот то, что называется, ну вот как воздух просто нужно. Дело в том, что воевать с артиллерией и воевать без артиллерии – это две абсолютно разных войны. И вот тут вот Салливан говорит, что из-за того, что Трамп заблокировал нам военную помощь, мы потеряли Авдеевку. Ну, я бы сказал даже еще, это, кстати, правда, но, знаете, когда ты смотришь из-за океана и для тебя важна линия на карте, это одно. Я бы сказал еще другое, что непосредственно Дональд Трамп и его сторонники-трамписты, они несут персональную ответственность за смерть ни одной тысячи наших защитников, которые могли бы жить, которые бы пережили вот эти полгода боев, если бы эти полгода у нас была американская помощь. То есть на самом деле мы заплатили кровью, мы заплатили жизнями людей за блокировку Трампом этой помощи. Но несмотря на это, несмотря на то, что произошло то, на что действительно никто не заложился, вот реально, ни наши американские союзники, администрация Байдена, ни европейцы, ни мы сами, ни даже Кремль, ну, никто тогда не ожидал, что Трамп это сможет. Все-таки, даже, насколько мы можем судить, даже кремлевская стратегия сводилась к тому, что вот Трамп станет президентом и тогда прекратит нам помощь. А то, что он смог это сделать на год раньше, и что его блокировку удалось продавить аж через целых 7 месяцев, ну, на это не рассчитывал действительно никто, это показалось для нас очень неприятным сюрпризом. Но, с другой стороны, после этого, я думаю, сюрпризом для многих аналитиков стало то, что мы эти 7 месяцев выдержали. Я не думаю, что кто-то из аналитиков предполагал, что 7 месяцев полного прекращения западной помощи, не, западной, конкретно американской помощи, но если брать не деньги, а именно в выражении оружия, в выражении железа, то американская помощь это большая часть. Все-таки европейцы как ни стараются, у них просто столько нет. Так вот, я не думаю, что кто-то из аналитиков предполагал, что мы сможем без американской помощи 7 месяцев продержаться. Мы продержались. Мы продержались, мы удержали фронт, он нигде не прорван, он не посыпался. Да, на некоторых участках, и то далеко не на всех, русским удалось нас подвинуть, но именно подвинуть, со скоростью продвижения сотни метров в день, не больше. Вот, это чудо фактически, это чудо, которое сделали наши парни и девушки, которые вот, по сути, не имея более тяжелого оружия, чем FPV-дроны и стрелковое оружие, все-таки ухитрились 7 месяцев сдерживать это русское наступление. То есть без артиллерии, через какое-то время, даже без 120-х минометов, то есть все большие калибры, они довольно быстро позаканчивались, и вот мы их ждали именно как воздух. Вот сейчас они наконец-то едут. И, разумеется, ситуация будет резко меняться, как только снова заговорит наша артиллерия. То есть вот бог войны возвращается. Что это означает с практической точки зрения? Что наступающие вражеские части начнут уничтожаться за 30-40 километров от наших позиций. Тогда как сейчас их вынуждены были вообще просто, ничего им не делая, подпускать на расстояние полета FPV-дрона, а для большинства FPV-дронов это 5-7 километров, ну для лучших моделей десяток километров. И вот только с такого расстояния начинался бой, понимаете? А в большинстве случаев, в принципе, их вообще приходилось подпускать на ближний стрелковый бой. А теперь, наконец-то, опять 30-40 километров будет на зоне нашей достигаемости. А когда приедут ракеты к Химорсам, то и 70 километров. И, разумеется, это очень быстро начнет отражаться на поле боя. Насколько быстро, зависит именно от темпов поставок. И русские тоже это понимают. Я думаю, что ближайшие несколько дней могут быть для нас как раз крайне тяжелыми. Именно потому, что помощь еще в пути, а русские уже понимают, что времени у них мало и надо спешить. Я не исключаю, что именно на ближайшие дни придется, в частности, пить боев за Часов-Яр. Потому что русские понимают, что когда помощь уже доедет, скорее всего, им Часов-Яра не видать. И как бы их шанс дожать Часов-Яр, это именно сейчас, пока помощь еще в дороге. Вот, скорее всего, похожая история будет и на, так сказать, поставдеевском направлении. Они попробуют успеть захватить максимум, вот пока едут снаряды. Так что ближайшие дни будут крайне тяжелыми. Но это уже тот случай, когда в конце туннеля уже ярко виден свет. И как бы морально гораздо проще держаться, когда ты знаешь, что нужно просто чуть-чуть протянуть. И вот оно уже приедет как раз точь, и вот тебе полгода не хватало. Ну вот вы сказали, да, будут крайне тяжелыми на линии фронта. Но вот накануне россияне ударили крылатой ракетой по городу Смела, Черкасская область. В воздушных силах уточнили, что это был Искандерка. Искандерка били по логистическому узлу, разрушили попутно полсотни жилых домов, железнодорожные пути. Что еще вот здесь они в ближайшее время могут предпринять? Помните, Шойгу два дня назад на коллегии угрожал, да, что мы усилим атаки? Я думаю, что в данном случае его угрозу следует воспринять всерьез. Дело в том, что ровно та самая история, что мы только что говорили по фронту. Они знают, что уже даже в самом первом пакете, вот том на один миллиард, который, по сути, уже, можно сказать, отгружается. Более того, некоторые осинт-аналитики, которые отслеживают вот именно рейсы грузовых самолетов, транспорта, говорят, что не просто отгружается, говорят, что много что уже летит реально. Так вот, в этом пакете уже есть довольно большое количество зенитных ракет. То есть наше ПВО, которое до этого было сильно истощено вот этими массированными русскими ударами, вот эта стратегия комбинирования ударов одновременно всем, шахеды, крылатые ракеты, баллистика. Оно действительно ведь дало свой результат. Мы потратили очень большой запас ракет, который до этого нам давали союзники. Вот мы реально подходили вот где-то к маю месяцу, у нас ракеты могли вообще уже закончиться. Вот, а как бы сейчас ракеты едут, и, естественно, военно-космическим силам России сейчас будет поставлена задача, пока ракеты для ПВО не доехали, успеть разбомбить все, что они успеют. Поэтому, да, опять же, на ближайшие дни следует ожидать усиленной кампании именно воздушной. Вот, то есть будут и ракетные удары, а что касается приграничных городов, то есть прежде всего я имею в виду Харьков, Сумы, возможно, Чернигов. То есть вот те города, которые можно достать кабами и фабами, я боюсь, что вот за эти дни они как раз именно кабами и фабами их попробуют буквально засыпать. Вот, и основные удары, ну кроме того, что закошмарить те города, которые могут, вот основные удары будут именно по логистике. Они будут, ну энергетику нашу они уже практически уничтожили, будем честными. Вот фактически наша неядерная генерация на данный момент, ну почти обнулена. Вот, ядерную, слава богу, все-таки, ядерную не трогают только потому, что это красная линия, проведенная Западом. Что это уже будет, ну им четко сказали, что это будет приравнено к ядерной войне, вот поэтому как бы АЭС они не трогают. Ну дроны там тоже бьют по крышам, в этом месяце два раза было, запускали они дроны, такая провокация. Насколько я знаю, нет, все-таки, насколько я знаю, речь все-таки о падении обломков от сбитых в воздухе ракет, все-таки АЭС не становятся пока целями. Но они делают по-другому, кстати, они же, ну, надо отдать им должное, они, к сожалению, гады учатся. То есть они уже не те, что были два года назад. Они, например, АЭС им велено не трогать, они АЭС не трогают. Но они валят все подстанции вокруг каждой из АЭС, и получается, что произведенное на АЭС электричество просто не поступает дальше в сеть. То есть толку с того, что оно производится. То есть да, вот у них был пик ударов по нашей энергетике, сейчас, скорее всего, будет пик ударов по железнодорожной логистике и по, скажем, ну, будут пытаться достать склады. Ну, со складами, я думаю, им мало что светит, потому что они у нас, как правило, не большие, а они давно уже именно распределенные, мелкие. То есть, ну, не будут они тратить по Искандеру на каждый отдельно стоящий вагон. А в значительной мере мы пытаемся именно так и делать. То есть именно, так сказать, держать все эти запасы. Но, в общем-то, скорее всего, они будут пытаться перехватить вот ту помощь, которая сейчас к нам едет. То есть те самые боеприпасы, то самое оружие. А как они могут пытаться это делать? Они не рискуют бить по территории Польши, потому что это уже НАТО, это прямой конфликт с НАТО. Они знают, что от них останутся. Вот, хотя они пугают Европу прямым конфликтом, на самом деле они сами ее боятся гораздо больше. Они знают, какие шансы в армии России в прямом столкновении с НАТО. Они в Сирии с этим сталкивались. Так вот, поэтому что? Они будут искать слабое место в нашей логистике, которое, как бы, очевидно, что к нам не летают самолеты. Соответственно, все выгружается с самолетов в Польшу, а дальше едет по железке или по автомобильным дорогам на территории Украины. Скорее всего, они будут пытаться достать именно железные дороги и автомобильные дороги в приграничных с Польшей западных украинских областях. Это, в общем-то, тот единственный путь, которым они могут попытаться хоть как-то осложнить доставку нам этой западной помощи. Ну вот, западная помощь, тем не менее, приедет, потому что не только США, но и Великобритания объявила о большом пакете. То есть, Украина будет с оружием и увеличит количество дальних ударов по территории России. По крайней мере, вот такое предположение высказал командующий вооруженных сил Британии адмирал Радыкин. Как думаете, вот такое заявление партнеров означает, что предоставляя эти дальнобойные ракеты, они снимают тот условный запрет не бить по российскому тылу, нет? Увы, нет. Более того, Белый дом, собственно, устами Салливана четко это озвучил. Когда Салливан комментировал поставки нам 300-километровой дайности ракет Атакмс, а они наконец-то все поставляются, но Салливан четко сказал, что да, мы даем сейчас Украине 300-километровые Атакмсы для ударов по объектам на ее Украине суверенной территории. Он очень четко это акцентировал. К сожалению, таким образом, абсолютно абсурдный, абсолютно, скажем, и нерациональный, и не имеющий никаких ни моральных, ни правовых оснований. Но вот этот глупый запрет, введенный администрацией Байдена, он, к сожалению, остается в силе. Мы не можем использовать по территории Российской Федерации ни одну единицу оружия, предоставленную союзниками. Но думаю, что адмирал Радакин вполне прав. Мы будем усиливать удары глубинные по территории России, потому что мы это делаем не западным оружием. Мы это и делали, и делаем, и, я уверен, продолжим делать, оружием нашего собственного производства. Пока что, прежде всего, это дальние дроны. И их производство уже, если в прошлом году это были, по сути, испытания прототипов, хотя мы эти прототипы испытывали не на полигоне, а прямо сразу на России, то сейчас речь уже идет именно о довольно массовом серийном производстве, именно о скоординированных атаках десятков дронов по одному объекту. И мы дальше будем это масштабировать. Ну, а тем временем-то развивается, слава богу, никем не афишируется, как именно развивается, но она развивается, наша ракетная программа. То есть через какое-то время мы сможем себе позволить исключительно нашим оружием украинского производства уже такие же, как делают сейчас русские, комбинированные удары, то есть дроны вместе с ракетами. Поэтому, да, я думаю, что Радакин абсолютно прав, но это уже не про западную помощь как раз, а про нашу оборонную промышленность. Ну, а тем не менее, вот вы упомянули, что сейчас приходится последние полгода, ну и сейчас пока нет помощи украинцам атаковать россиян дронами в основном, но и вот аналитики посчитали, что в последние три месяца и российских дронов количество на направлениях горячих фронтов увеличилось как минимум вдвое. Украинская правда написала об этом исследовании, ссылаясь на источники в Генштабе. Так ли это? Действительно ли россияне сейчас массово производят дроны? И справляются ли РЭБы, в таком случае украинские, с таким количеством ВПЛА? Ну, начну с конца. Насчет РЭБа. Наш РЭБ не справляется с таким количеством русских дронов, точно так же, как русский РЭБ не справляется с нашими дронами. Дело в том, что в этой войне постоянно идет гонка технологий, причем в этой гонке технологий две страны мира, а именно Украина и Россия, вырвались уже на поколение вперед остальных стран, включая очень развитые западные, потому что никто не был готов к настолько массовому использованию дронов. Это вообще даже не рассматривалось в концепциях современных войн. Вот до начала именно большой украинско-российской войны, то есть до 1922 года, дроны воспринимались в какой-то мере экзотика, как такое очень маленькое интересное дополнение, какие-то элементы войны будущего. Ну вот она, эта война будущего, уже два года идет по полной программе, и за два года дроны из единичных, ну вот на момент начала войны дроны у обеих сторон были в десятках единиц. Сейчас идут десятки тысяч, и обе стороны работают над тем, чтобы выйти на сотни тысяч. Вот, и, соответственно, настолько же быстро меняются и сами технологии, применяемые в этих дронах. И в данном случае, то есть, в принципе, идет обычно гонка. Новые дроны, которые недоступны для старого РЭБа, появление нового РЭБа, который валит уже эти дроны, за это время появляются новые дроны, но и в целом вот в этой гонке РЭБ-дроны, на сегодняшний день дроны у обеих сторон довольно существенно опережают. То есть, РЭБ, в принципе, начал проседать, РЭБ начал отставать, и сейчас основной упор на фронте у обеих сторон – это на сбивание дронов все-таки именно вот древними дедовскими методами. То есть, извините меня, его банально надо подстрелить, вот потому что РЭБ его уже не валит. Вот, и я думаю, что дальше эта тенденция только продолжится, то есть, возможности РЭБа объективно исчерпываются, а возможности дронов все новее и новее. А что касается количества, вот тут действительно, к большому сожалению, Россия сумела очень хорошо масштабировать производство дронов. Это то, на чем не отразились западные санкции, вот от слова совсем, потому что в русских дронах не используются какие-то специальные комплектующие, которые являются чисто военными. Что русские дроны, что украинские собираются из чисто цивильных компонентов, которые свободно покупаются, вот то, что называется, на Алиэкспрессе. Вот, и, в чем, кстати, насчет Алиэкспресса, это даже не шутка, это в прямом смысле, прямо на Алиэкспрессе их можно и покупать. Вот, ну, конечно, при больших партиях есть смысл заказывать прямо с китайских заводов, и при том одни и те же китайские заводы отгружают комплектующие, что нам, что россиянам. Вот, то есть, и поэтому вот в этой отрасли санкции не работают вообще, а по сути конкуренция сводится к тому, кто больше народа поставит на конвейер. И тут у русских есть некоторые успехи, то есть, они действительно сделали уже эту массовую сборку. Мы, в принципе, тоже, но не столько, сколько нам бы хотелось. И у нас в последнее время возникли с этим финансовые проблемы. То есть, компаний, которые выпускают дроны, уже стало больше, их продукции стало больше, чем государство успевает выкупать. Уже Минфин начинает как бы стонать, что стоп-стоп, ребята, ну, у нас столько денег нет. Но, простите, ну, это та ситуация, когда деньги нужно находить любой ценой, забирать с любых других статей расходов, но поставлять, поставлять и поставлять это на фронт. Такую еще информацию хотели с вами обсудить. Россия производит оружие в количествах, превышающих ее потребности на войне. Вот такое заявление вчера сделал министр обороны Германии Борис Писториус. И он добавил, что сейчас военно-промышленный комплекс РФ уже работает на заполнение складов. И здесь снова напрашивается вопрос санкций. Ну, вот почему здесь настолько не ослабили возможности российского ВПК? И еще один вопрос. Зачем они вот все это сейчас на складах копят? Ну, для возможных агрессий в будущем. Зачем? Ну, вы знаете, я не отвечу вам на ваш последний вопрос, потому что начинать мы с вопроса, оправдывая то, что сказал Писториус. Я очень надеюсь, что нас сейчас с вами не смотрят в Германии. Дело в том, что мне бы очень не хотелось дезавуировать слова Писториуса перед западной публикой. Писториус обращался конкретно к немецкой публике, прежде всего к немецким политикам. Он рассказывает им страшилку и рассказывает с очень хорошей целью, для того, чтобы они как можно скорее вливали максимум денег в свою оборонную промышленность. Он пытается их простимулировать, быстрее начать производить немецкое оружие, немецкие снаряды и так далее. Он хорошую вещь делает, министр Писториус. Но, соответственно, для этого нужно напугать ленивых западных политиков, которые очень не хотят перераспределять деньги с социалки на оборону. И вот он рисует им эту страшную картинку. На самом деле, насколько мы можем судить, эта картинка пока что, по крайней мере, к счастью, не отвечает действительности. Дело в том, что россияне пока не производят оружие столько, чтобы складывать его на склады. Более того, с точностью наоборот. На сегодняшний день они не успевают. Их оборонпром работает действительно в три смены. Он резко увеличил объемы производства. То есть они их мобилизовали, можно сказать. Но все равно они не покрывают даже потери в технике на фронте. То есть прежде всего это касается именно бронетехники. Она вообще просто тает. То есть они снимают уже старые советские запасы со складов. И все равно этого не хватает для понавления потерь. То же самое с артиллерийскими снарядами. Их артиллерия засыпает нас снарядами не за счет того, что сейчас производит их промышленность. Они выпускают больше, чем производит их промышленность. Но им разницу покрыла Северная Корея. То есть тут не до пополнения снарядов. Тут они наоборот у товарища Ким Чен Ина клянчат снаряды для того, чтобы дальше продолжать такой артиллерийский прессинг на нас. Поэтому нет. Вот тут как раз если брать не дроны, а их классическую оборонку, то по ней санкции сильно ударили. Действительно. Потому что там есть много компонентов, которые не заменишь, грубо говоря, чипами, выковыренными из стиральной машины и привезенными в сумочки. Там есть компоненты, которые четко попадают именно под оборонную продукцию, которые тайно не завезешь. Но то, что санкции не сработали настолько аж как хотелось, а это уже привет Китаю. Вот Китай не переходит красную линию, которую пока, по крайней мере, не переходит. Красную линию, которую начертил Байден. То есть Китай не поставляет готового оружия и готовых боеприпасов. Но Китай очень массово поставляет станки и прочее довольно сложное оборудование для русских заводов. И в какой-то мере это заменяет западное оборудование. Да, китайские гораздо хуже. Но они гораздо лучше, чем ничего. Тем более гораздо лучше, чем несуществующие русские. Русские-то сами давно хороших станков уже не умеют делать. Так вот, китайское оборудование и китайское сырье. Например, все русские снаряды, они с китайским порохом, они с китайской взрывчаткой. То есть Китай не поставляет готовую продукцию, но поставляет все комплектующие и все оборудование для производственных линий. Вот это то, что, собственно, пробило западные санкции. Но еще раз, при всем при этом, русский оборонпром не только не складирует сейчас свою продукцию, а не успевает даже возобновлять потери на фронте. Но будем надеяться, что немецким зрителям это не переведут, и что они услышат министра Писториуса и будут вкладывать в свою оборонку. Это будет однозначно хорошо и для немцев, и для нас. И, знаете, буквально немного времени остается уточняющий вопрос. Как вы думаете, а вот визит Энтони Блинкина в Китай, который сейчас проходит, что-то изменит? Он же напрямую говорит Пекину, если вы продолжите такую практику, ударим по вашей банковской системе. Ну, есть еще много других санкций. Ну, на самом деле, история с санкциями штатов против Пекина, это очень, это, по сути, уже история про чуть ли не третью мировую. Дело в том, что китайская и американская экономики очень тесно завязаны. И даже для самих штатов ударить санкциями по Китаю, это не по России. Для самих штатов ударить санкциями по Китаю, это, ну, это очень большие потери для самих штатов тоже. Это дорогое удовольствие. Но если для штатов это дорогое удовольствие, но которое можно себе позволить, то для Китая американские санкции это катастрофа и именно коллапс экономики, просто ее обвал. И это единственное, что удерживает товарища Си от прямой военной помощи России, то есть от поставки готового оборудования. Ну, мы, конечно, не были за кулисами переговоров Блинкина и Си, но потому что, скажем, выплывает на поверхность, похоже на то, что на самом деле цель визита была не остановить нынешнюю помощь Китая и России, а хотя бы оставить вот ту красную линию о непоставках готовой продукции. Судя по всему, товарищ Си уже собрался поставлять готовую продукцию, потому что товарищ Пу очень уж его об этом просит. И, видимо, товарищ Пу рассказывает, что без этого он проиграет, а это победа Запада, а значит проигрыш и Китая тоже. И, судя по всему, визит Блинкина был не так, чтобы остановить то, что есть, а чтобы хотя бы не дать перейти вот ту красную линию, не дать выйти китайской помощи России на новый уровень. Будем очень надеяться, что ему это удалось. Будем следить. Спасибо вам огромное, спасибо за ваши комментарии и пояснения. А зрителям я напомню, что Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона «Айдар», был в нашем эфире. Оперативные новости, эксклюзивное видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.